МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. Скрытие рек на Алтае начнется на несколько дней раньше. По прогнозам МЧС, раньше в регион придет и первая волнопаводка. К новому сценарию спасатели готовы. За прошедшие дни они провели несколько подрывов льда, чтобы предотвратить ледяные заторы в Бийском, Рубцовском, Тальменском и Красногорском районе. По подсчетам спасателей, сейчас в крае 25 затороопасных участков. Там выполняют зачернение для более быстрого таяния, распиловку льда, отсыпку грунтом, а также очищают ливневые стоки и вывозят из муниципалитета в снег. В течение месяца в МЧС прогнозируют резкий подъем уровня воды в реках Опь, Бия, Чумыш. Напомним, что год назад первая волнопаводка началась еще раньше. В 20-х числах марта под водой уже был Краснощоковский район. Насколько сильной будет первая волнопаводка в этом году, до сих пор непонятно. Сегодня в Алтайских храмах служат панихиды по погибшим в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Напомним, страшная трагедия, которая случилась в Кемерово год назад. Погибло 60 человек, 40 из них – дети. В годовщине власти края направили в Кузбасс письмо о том, что Барнаул разделяет скорбки мировчан. Напомним, что жертвами трагедии стали и наши земляки Денис Сидоров, и его дети – 16-летний Егор и 10-летняя Арина. Похоронены они в Барнауле. Сегодня к их могилам возложат цветы от всех жителей краевой столицы. Ранее по распоряжению властей города муниципальная похоронная служба привела в порядок участки кладбищ, где покоится семья. Успеете оплатить всю неделю? Краевая госавтоинспекция будет проводить операцию «Должник». Водители, которые не оплачивают штрафы вовремя, будут ловить на дорогах региона. До 29 марта автоинспекторы будут останавливать водителей и проверять их долги по базе данных. Автолюбителям необходимо помнить, что штраф нужно оплатить не позднее 60 дней с момента вступления в силу постановления. В противном случае сумма увеличится вдвое или нарушителя арестуют на 15 суток. Кстати, с нового года автоинспекторы возбудили 988 административных дел за неуплату штрафа в срок. Продолжим. Ансамбль песни и танца «Алтай» выступит на лучших площадках Москвы. Накануне артисты уже показали себя на фестивале «Танцуй и пой, моя Россия». А сейчас они готовятся к выступлению, посвященному 90-летнему юбилею Василия Шукшина. Алтайский ансамбль представит московскому зрителю два спектакля балета «Жил человек» по произведениям Шукшина и «Дом у дороги» по одноименной поэме Александра Твардовского. На выступление приглашены близкие Василия Макаровича и министр культуры Российской Федерации. Кроме того, танцовщики и вокалисты коллектива примут участие в творческой встрече со студентами и преподавателями Университетом дружбы народов. Алтайский биатлонист Иван Лыжин завоевал два золота на международных соревнованиях в Финляндии среди ветеранов. Свою первую победу спортсмен с говорящей фамилией одержал в спринтерской гонке на 6 километров с двумя огневыми рубежами. Второе золото он вырвал в эстафетной гонке, где вместе с новосибирцем и томичом выступал в объединенной команде «Сибирь». Иван бежал в последнем на этапе, ни разу не промахнулся в стрельбе и показал лучшее время. Добавим, Лыжин выступает в возрастной группе старше 35 лет. Лыжи для него сейчас хобби, а работает он пожарным третьей пожарно-спасательной части Барнаула. Кстати, примерить на себя профессию пожарного могут и журналисты местных СМИ. В разгаре конкурс «Журналист меняет профессию», в котором больше 60 корреспондентов и редакторов могут научиться работе не только огнеборца, но и кинолога, флориста. Присоединился к ним и наш коллега Илья Кочетков. Он осваивает ремесло мастера сухого строительства. Иначе говоря, учится работать с гипсокартоном. Обучение проходит на базе Алтайского архитектурно-строительного колледжа. Наряду с теорией участники имеют возможность на специальных учебных стендах тут же начать монтаж гипсокартонной стены, попутно узнавая секреты не только резкие сборки панелей, но и правильного выбора материала. Гипсокартон гипсокартону оказывается рознь. Вот, например, этот обычный знакомый многим серый. Но его можно использовать только в обычных помещениях. А, к примеру, на кухне надо использовать вот такой зеленый, который может выдерживать повышенную влажность. Напомним, обучение продлится около двух месяцев. Каждый из участников пройдет полноценный учебный курс. Уже в мае журналистам предстоит показать, насколько хорошо они усвоили учебный материал. В данном случае итогом станет полноценная гипсокартонная конструкция. Подробнее о том, что узнали на первых уроках журналисты о нюансах строительного дела, как им это может пригодиться в обычной жизни и в их профессии, смотрите в вечернем выпуске. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза компания Эвалар. Замените свой обычный чай на чай Эвалар Био из целебных трав Алтая. В чаях Эвалар Био вся природная сила Алтая для вашего здоровья. Спрашивайте в аптеках. На всей территории края пасмурно, возможен снег. В Алейске, Бийске и Белокурихе до 2 выше 0. Плюс 4 в Клунде и Славгороде, в Барнауле северо-западный умеренный ветер и до плюс 2. Телефон редакции 722-440. А у меня на этом все новости. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok